Блошиный рынок. Город Гютерсло. Другими словами, фло-маркет, то бишь по-немецки. Всем привет! С вами я, Саня Саль. Саль-студио на Блошином рынке в Германии. Город Гютерсло проснулся в субботу, то бишь замстаг, и хлынул на Блошиный рынок. Блошиный рынок, я вам доложу в Европе, это песня. Здесь люди продают все, что только душе вашей угодно и неугодно, надо сказать. Тут вам и антикварная лавка, тут вам и подержанная одежда и обувь, тут вам и техника, и новая, и не очень, тут вам и детские игрушки. Я сейчас сделаю круг по этой огромной площади и сделаю вам такие вставочки, которые позволят вам увидеть, чем именно торгуют эти чудесные люди. А вот, ну где, где в других странах-то, ну например в Израиле, вот такое можно найти. А это, я такой телефон в общем-то еще помню. Посмотри, я вполне думаю, что это еще работает, видишь, эти там миксеры, да? Нет, эти радио, видишь? Телевизор, КВТ. Слушай, а это не фашистская каска? Нет, 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 нет. А что это? Это для мотоцикла или для мопеда. А, ну да, что-то она древняя какая-то. А вот посмотрите, какие ролики. Ну, таких уже не бывает в природе. А этот парень вот как-то это продает, продает. Интересно, на чей же это вкус? Главное, на чью же это ножку такую балетную. Вот смотрите, насколько практичная дама. Вот она продает посуду и немножечко не новую. Вот, например, использованы это сковородки. А ими уже пользовались, ну правда. Ну, не знаю, не стесняются. Ну, может и это найдет своего покупателя. А вот посмотрите, как они общаются. «Хадулли, действительно настоящая Хадулли» «Ново себе, каудулли» «Кеннен бы гейнсо» «Кеннен бы гейнсо» а вот еще так вроде ничем не примечательная лавочка но рога рога куда же без них ну ну вот рога ну примерила бы нет не скажу кому но все же вот рога это потрясающе ну охотничья нация но что с ними поделаешь а вот это перья от дикой индюшки мы-то думали что от фазана вот неужели же это продается за деньги вот настолько они уж такие практичные вот такими красивыми словами я это называю период дикой индюшки мы продаем ну ладно бы от фазана а люди-то а люди разные разные при разные голубые красные только не красные лучше голубые вот по мне так фотоаппараты фотоаппараты ну как же чтобы мой супруг к ним не отнесся никак ну быть же этого не может какова история этого товара вы знаете самое разное например в прошлом году я приобрела свирель ручной работы продавала ее женщина которая как видно дочка или внучка пастуха который и смастерил эту дудочку я тоже обязательно вам ее сюда ставлю в этот ролик она милая потертая видавшая виды и не исключено что ее отец или дед этой женщины пас коров коз кого тут пасут свиней кого-то он пас под эту дудочку и обязательно я вставлю фотографию даже сыграю вам на ней вот она вот она это чудесная дудочка купленная год назад на фломаркте в городе гютерсло вот она такая потертая бывалая и если присмотреться то где-то вот здесь вот она клеймо мастера ручная работа и сейчас мы давай поменяем немножко ракурс господин оператор вот скажем так встанем потому что люди хотят подойти к этой лавочке а я значит своим роликом этому препятствую но они никогда этого не скажут значит сейчас мы отнесемся непосредственно к тому что висит на вешалках навалено на столах а самое интересное что все это рано или поздно находит своего покупателя потому что у вещей этих своя история я полагаю что не исключено что такие фасоны например вот как висят на этой вешалочке да я полагаю что что хозяйки этих вещей возможно нет в живых потому что теперь уже так не носят да вот вот такого рода фасоны просто наобум вытащила какую-то вещь дело в том что люди здесь очень бережливые и очень ну как сказать очень прагматичные каждая вещь имеет свой смысл и не должна пропасть даром тем более вывоз мусора в германии дело сложное и дорогое такое непростое но даже имеет свою логистику я бы сказала а на флоу маркете вот практически каждая вещь находит своего нового хозяина и это наверное радует ну что ж давайте посмотрим что именно можно здесь найти а иногда можно найти очень интересные вещи как я уже вам давала пример с этой дудочкой да интересные главное каждому по вкусу в общем-то блошиные рынки в европе повторюсь это я бы сказала развлекательный поход этому можно посвятить но если не целый день то полдня да и кстати сегодня мне сказали что этот блошиный рынок последний в этом сезоне вот люди тоже хотели пройти обошли филинда вот ну что поехали печатная машинка ну какая-то очень старенькая на мой взгляд ну точно прошлый век а это какой-то очень старый кассовый аппарат примитивный можно сказать но так интересно и причем вот эта связь которая без связи абсолютно разношерстные вещи в одной то ловчонки на одном столике тут и игрушки и посуда и украшения и шахматы и одежда и какие-то декоративные вещи ой два цветка нехорошо то вот и этот же кассовые аппараты вон на дальнем плане какой-то мини орган синтезатор неужели же он играет ямаха ай-яй-яй-яй и в общем вот это несоответствие тем которых не касаются вещи это интересно конечно это вносит такую изюминку к книгам относиться ну немножко тяжело но тем не менее вот здесь я все-таки отнеслась бы вот эта книжонка да ддр ханбук то есть дочь демократ републик это со времен восточной германии восточной германии уже можно сказать скоро 40 лет как нет а вот книжонка есть ай какая чудесная шапочка у интересном продается нет вьетнамская вроде бы ну и тут тоже очень такой разношерстный товар а нет здесь более хозяйский такой хозяйственный товар ну вот например ржавая зубила я так наобум взяла ну не знаю кто купил бы ржавая зубила но вот она есть не исключено что она рабочая здесь такой инструмент тоже но смотрите опять же ржавый напильник вот если ржавая зубила я как великий мастер еще могу рассмотреть на ржавый напильник не знаю ох они с юмором с юмором осторожно кусачая собака да это надо уметь вот такая лавочка а еще вот дед мороз в августе месяце вот это самое то что надо ну потрясающе а еще я люблю обращать внимание на вещи которых но уже так и не найдешь особо разве что очень пожилых людей на чердаках посмотрите какие чемоданы ребята ну какой луи виттон какой история а вот смотрите среди таких очень стареньких вещей посудного типа и варенье приготовления наверное хозяйки этой лавки здесь есть библия библия ну куда же у них без библии библия на немецком языке и причем 1923 года очень древнее издание то есть любители могут вполне этим делом заинтересоваться очень древние издание и надо сказать очень хорошо сохранилась а вот какой интересный библейский сюжет по-немецки это называется крипы по-русски как ясли то есть новорожденный младенец иисус в яслях то есть библейский сюжет дело происходило в вифлееме вот святое семейство дева мария интересная композиция и вот она продается вот именно в таком виде ну несколько заброшенном таком бросовом на первый взгляд но она не исключено что авторская они ширпотреб очень интересное исполнение и 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 в общем еще нам гулять и гулять и